Всем привет, друзья! Вы на канале Вкусные Истории. Сегодня я попробую засолить сало сухим посолом. Посмотрел много рецептов в интернете и для себя выбрал один быстрый рецепт. Он займет примерно трое суток. На первые сутки мы должны сало просто засолить и отправить в холодильник. Проэкспериментируем, посмотрим, что из этого получится. Я взял такие два небольших бруска тоненьких со шкурой. Я его помыл, обсушил. У этих кусков шкура чистая. Если у вас она грязная или с остатками волос, тогда ее надо чистить. Обсыпаем солью со всех сторон и молотым перцем обсыпаем тоже. Сало у нас сейчас мягкое, такое нежное. Через сутки оно у нас будет твердое, потому что соль вытянет влагу. Все, хорошенько вот так вот просолили оба бруска. И отправляем в какую-нибудь емкость. Оставшуюся соль с доски можно засыпать сверху. Все, отправляем в холодильник. У меня прошло двое суток. Переходим к следующему этапу. Сало выглядит вот так. Оно уже более твердое, как и предполагалось. Соль вытянула жидкость. Мы ее сейчас сольем. На этом этапе мы нарезаем чеснок вот такими дольками. И распределяем по всему салу. Сбоку, сверху, везде стараемся. Чеснок также вытянет еще часть влаги. Берем несколько лавровых листиков. Вот так вот их разминаем. И также их стараемся распределить по всему салу. Теперь в таком виде я оставляю сало на сутки без холодильника. Вот так вот оно сейчас выглядит. Запах стоит уже невероятный. Как настоящее соленое сало пахнет. Оно уже должно быть готово. Я сейчас отрежу кусочек, попробую, скажу вам, что получилось. Насколько это нежно, вкусно и так далее. Но дальше я хочу еще обсыпать все это сало приправой для шашлыка. И проверить, улучшит это вкус или ухудшит. Стоит остановиться на данном этапе. Или можно добавлять еще какие-то специи по вкусу. Сало уже в принципе готово. Если его нарезать тонкими-тонкими ломтиками, оно отлично жуется. Оно вкусное, соленое, мягенькое. Шкурка, кстати, очень легко жуется. Она мягкая стала. А вот само сало, если резать чуть-чуть толще, то тогда сложнее жевать. Но во рту оно уже тает потихоньку. То есть в принципе уже готово. Можно отправлять в морозилку. И когда надо доставать, тонкими ломтиками нарезать. С черным хлебушком зайдет на ура. Но я продолжаю эксперимент. Я сейчас обваляю эти два куска сала в приправе для шашлыка. И оставляем еще на сутки без холодильника. И посмотрим, что будет по вкусу на следующий день. В эту же тарелку даже не буду доставать его. Я засыпаю приправу для шашлыка. Не знаю, пол пачки будет достаточно, я думаю. Вот так. И теперь хорошо обваливаем это сало в приправе. Там смесь специй разных. Оставляем в теплом месте еще на сутки. Так выглядит сало после паприки. Запах остался примерно такой же, как и был до того. В итоге у нас получилось плотное сало. Очень хорошо режется на очень тонкие ломтики. Я его еще подержал 3-4 часа в морозилке. Чтоб оно было замерзшее. Так вкуснее всего получается. Оно вообще так тает во рту. По вкусу. Это хорошее соленое сало. Но так как есть некоторые видео, которые говорят, что за трое суток оно будет готово. Я в этом сомневаюсь. Потому что у меня тонкие ломтики и они на третий день были так себе готовы. Если у вас будет добротный кусок сала толщиной 5-7 сантиметров, то ему надо точно как минимум неделю пролежать соль. Чтоб оно хорошо просолилось и было готовое и вкусное. В общем получилось вкусно. Мне понравилось. Сало сухого посола. Оно нежное, оно вкусное. Самое главное нарезать тонкими ломтиками. Всем спасибо за просмотр. Такой был эксперимент. Все получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Делитесь нашими видео в соцсетях. Задавайте вопросы в комментариях. Всем приятного аппетита. Пока-пока.